Блаженно чрево, носившее Тебя, Господь наш! Блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее Его! Господи, научи нас молиться, как Иоанн учил учеников Своих. Когда молите, сговорите, Отче наш сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Много лет назад пророки записали в Писании, что Бог пошлет Мессию спасти грешников и примирить их с Богом. Жизнь Иисуса ясно показывает, что Он действительно тот Спаситель, которого Бог обещал послать в мир. Пророк Исайя написал, Дева приимет в очреве и родит сына. Так и случилось. Силой Божьей Мария, девушка, забеременела и родила Иисуса. Как и было предсказано в Писании, чудесное рождение было знаком от Бога, что этот ребенок был Мессией, тем, кого Бог назвал своим сыном. Когда люди видели Иисуса, они видели воплощенного Бога и Его силу. Он исцелял людей, прощал их грехи и обещал им место в Своем вечном царстве. И Иисус пожертвовал своей жизнью и понес наказание за всех людей. Потом Он воскрес, показывая, что Его власть больше, чем сила смерти. И Иисус Мессия сказал, Я имею власть отдать свою жизнь и власть снова принять ее. Жизнь Иисуса стала исполнением слов пророков и подтверждением того, что святое Божье Слово истинно и неизменно, как они и утверждали. И Иисус также сказал, Слова Мои не придут. Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь в избытке, как было в начале, когда Бог сотворил первого мужчину и первую женщину. Но они не поверили Богу и ослушались Его повеления. Этот поступок разделил их с Богом. В Писании сказано, все согрешили. И наказание за грех – смерть. Согрешившие люди не могут жить в общении с Богом. Но так же, как Бог предусмотрел Ягненка в жертву вместо сына Авраама, Он послал Иисуса умереть вместо потомков Адама. Он сделал это, чтобы те, кто верят и возлагают свою надежду на Иисуса, могли снова прийти в присутствие Божье. Поэтому каждый, кто последует за Иисусом, избежит наказания ада и будет вечно жить с Богом. Когда Иисус воскрес из мертвых, Он сказал Своим ученикам, «Во всех народах будет проповедано во имя Мое, что Бог прощает грехи тех, кто раскаивается и обращается к Нему». И Иисус также сказал, что Он даст Своим последователям Святого Духа Божьего, чтобы Он был с ними, явил им истину и дал им силу следовать за Богом. Когда грешница покаялась и последовала за Иисусом, как Своим Господом, Иисус сказал ей, «Прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя». Иисус говорил, что когда люди истинно любят Бога, это и есть свидетельство того, что Бог простил им их грехи. Иисус Мессия призывал людей следовать за Ним. Те, кто решил стать последователями Иисуса, могут начать свои отношения с Ним словами этой простой молитвы. «Боже, Ты велик и свят! Благодарю Тебя за то, что Ты любишь Меня. Я сожалею о том, что ослушался Твоих заповедей и согрешил против Тебя. Благодарю Тебя, что Ты послал Иисуса умереть на кресте вместо Меня, и что Он воскрес из мертвых. Благодарю за то, что Он взял на Себя наказание за мои грехи. Я хочу следовать за Тобой и уверовать в Иисуса, как моего Спасителя и Господа. Я благодарю Тебя за то, что Ты простил мои согрешения, дал мне возможность прийти к Тебе и быть вечно в Твоем Царстве. Я прошу Тебя дать мне Твоего Святого Духа, чтобы Он пребывал со мной и указывал мне путь. Я хочу, чтобы Он дал мне силу любить Тебя всем сердцем и жить жизнью угодной Тебе. И пусть люди повсюду в мире воздадут Тебе славу. Аминь». Иисус сказал о Своих последователях. «Паства Моя слышит Мой голос, «Я знаю их, и они идут за Мной». Ученики Иисуса собираются вместе. Они говорят с Ним каждый день, изучают Его слова в Писаниях, стремятся следовать Его примеру и говорят о Нем другим. Иисус направляет их и укрепляет их силой Божьего Духа, живущего в их сердцах. Они помнят, что сказал Иисус Своим последователям перед Своим вознесением на небеса, где Он восседает на троне. Дана Мне вся власть на небе и на земле. «Вот я с вами во все дни до скончания века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова